как давно коллеги в последний раз вы создавали проект новый проект ну например visual studio насколько просто вам далось решение выбрать тот или иной тип проекта чтобы поставлены задачи для этого проекта были решены в общем-то я столкнулся с тем что проектов и типов проектов для того чтобы решить те или иные задачи их очень большое количество огроменное на самом деле и выбрать тот или иной вариант проекта или нескольких проектов собранных в одно решение на самом деле сейчас такой непростой выбор я хочу поделиться с вами некоторой информации который надеюсь поможет вам собственно обрести вот этот выбор который возможно будет перед вами при решении новых задач и перед тем как начать я вас попрошу подписаться на канал поставить колокольчик тогда вы получите уведомления о новых видео аж особо жаждущим помочь каналу welcome на патреон ссылка в описании ну и давайте поехали дальше итак вопрос который мы сегодня обсудим или попытаемся обсудить они у вас на экране давайте не будем на них задерживаться поехали дальше если начинать самого начала то я бы хотел остановиться на том из чего собственно игре состоит программа понятное дело что программа бывает разные у них разные задачи но если говорить про те программы на которых используется пользовательское управление то есть пользовательский интерфейс так называемый юай да или юзер интерфейс то это те программы которые управляются пользователям и собственно говоря они должны чем-то управляться обычно это какой-то сервер до какой-то код который находится на серверной части программы который имеет доступ к данным собственно говоря ради этого пользователь открывает программу чтобы кликнуть пару кнопок и у него отобразилась какая-то информация в том числе из базы данных или может быть даже не из базы данных из каких-то файлов или собственно грязь других сервисов в общем суть рояля не педалит будем говорить конкретно про то что есть две части пользовательский интерфейс и так называемая серверная часть надо говорить честно и откровенно что существует разные подходы по проектированию такого рода программ что в общем то люди ну некоторые разработчики и в общем если самого начала начинает убудку подход к назывался client-сервер собственно говоря мы сейчас говорим о том что юзер интерфейс это клиентская часть сервер это собственно гря сервер и было понятие двухзвенная архитектура когда приложение было тонким клиентом и она ходила в базу данных где лежала база бизнес-логика собственно говоря от этого люди начали уходить и придумали трехзвенную архитектуру потому что бизнес-логику на и скейл сервере написанную очень трудно поддерживать очень трудно дебажить было придумано трехзвенной архитектуры где бизнес-логику выделили в отдельный слой но речь сейчас не про это мы сейчас остановимся на том что есть какое-то юайное приложение есть какая-то серверная часть она имеет доступ базе данным и собственно говоря сводится все к тому что таким образом получается что у нас есть разделение юай и разделение данные это мое сугубо личное видение которое сделал специально для упрощения того как нам дальше собственно говоря поступить смотрите на данный момент существуют варианты разработки программы то есть приложения когда эти два слоя объединены в одном солюшене то есть в одном приложении в одном project это и так если можно выразиться когда ну примером такого приложения может быть а и спадут на это мвс до или видопия в приложении или ювп приложения когда у вас в одном приложении есть это что и показывает данные это которая читает их из баз данных или имеет возможность достучаться до этих данных таким образом получается что у вас в одном приложении все сразу есть и это накладывает некоторые ограничения по части того что вы не можете поменять юай потому что он жестко связан с вашими данными и наоборот не можете поменять и 5 потому что от него зависит юай собственно говоря люди для этого приду теоретически да конечно это можно сделать но это накладывает определенные ресурсы до затратные трудозатраты в конце концов которые должны быть каким-то образом видоизменены в зависимости от изменения то его или иного уровня если говорить проще то я бы хотел рассмотреть тот подход когда мы вот эти два слоя раскидываем на два разных приложения например юай мы создаем отдельный solution и это будет уже не конкретно sp.net mvc до или там до пиев или даже тот же самый дпф но у него не будет доступа когда с базы данным то есть какая-то реализация какого-то там до такса слэра это будет всего лишь гляделка да то есть которая позволит пользователю увидеть или там кликнуть если у вас есть отдельный solution вы можете положить его в отдельный репозиторий соответственно это то ради чего мы стремились то есть у нас получается что этот репозиторий может каким-то образом отдельно от другого от уровня данных публиковаться ну например ся и сиди да то есть доставка до конечного пользователя грубо говоря опять же более того у вас появляется служба поддержки который будет заниматься конкретным только вот этим уровнем и такую же штуку мы соответственно можем сделать и для нижнего приложения который тоже может лежать в отдельном solution и у него будет свой репозиторий что мы из этого получаем мы из этого получаем два разных солюшена в разных репозиториях соответственно это может быть разные разработчики это могут быть разные в общем-то группы даже разработчиков и собственно говоря скорость развития публикации обновления проекта доведения фичей так называемых до конечного потребителя они существенно ускоряется если посмотреть visual studio то проектов которых из которых можно выбрать для того чтобы там нарисовать какое-то новое приложение их просто огроменное количество не будем на этом останавливаться поговорим немножко про другое смотрите если взять некоторые типы проектов но вот в данном случае выбрал именно такие то надо понимать что они не все существуют в том виде чтобы можно было и бэк-энд и фронт-энд если говорить про такого типа разделения мы остановимся на тех которые ну например сейчас выделены зеленым цветом мы видим что в форме pf в форм в конце концов они имеют и рендеринг то есть они могут отрендерить страницы там пользователя или приложение для пользователей в юшке так называемой до презентации если хотите для конкретного пользователя который увидит кнопку нажмет на нее отправится что-то в бэк-энд бэк-энд есть в этих же реализациях в этих же проектах которые этот бэк-энд сходит там базу данных сохранить что-то почитает пересчитает неважно то есть это комплексный такой подход когда вы в одном приложении опять же консольное приложение но такое псевдо да юа и у него конечно там еще тот конец но тем не менее теоретически существует вероятность что пользователь идет что-то там нажмет и это что-то как с работы ну в какой-то форме и надо сказать что все эти вот зеленые штуки могут ходить к этому в ппп то есть бэк-энду который не имеет юайного представления ну или ну не будем swagger считать конкретным представлением но то с чем пользователи работают непосредственно тут богатый пользовательский интерфейс может быть реализован например на доппф а доппф может ходить в ппп это один из типов построения такого приложения теперь если говорить про фронт-энд и бэк-энд то назревает следующий вариант реализации да то есть мы можем взять для бэк-энда и фронт-энда используют на этом виси собственно говоря то о чем я сказал у вас в одном конкретном приложении есть и доступ базе данным доступ к данным и вообще какому-то бэк-энд серверу который может делать какие-то манипуляции с данными и отображать их тут же для пользователей например там razer страницах дальше и мы можем собственно говоря в этом самом а из пойдут на этом виси приложении сделать и 5 контроллеры и на самом деле было бы наверное не очень эффективно чтобы само это приложение использовал свой же 5 но тем не менее такие реализации тоже видел обычно делается и 5 для публичного пользователя чтобы к вашему приложению ходили разработчики из других проектов и могли прочитать вашей 5 публичный который доступ вы предоставили ну или какой вы там доступ предоставить и собственно гряд уже не важно другими словами мы можем сделать и java скрипт приложения с тем же самым доступом к и пи это один из вариантов тоже такой же реализации причем java скрипт у нас собственно говоря может даже хостится на этом из пойдут на этом виси приложения либо на ноде или еще каким другом способом в общем тут сводится к тому что где именно конкретно сама бизнес логика по реализации даже нет нельзя сказать что это бизнес логика по реализации его и логика по и бизнес логика да то есть это вот api четвертый вариант это место джава скрипта мы можем взять ну причем джава скрипт как я скажу позже могут включаться разные фреймворки в blazer может заменить java скрипт ну или попытаться заменить или какую-то часть собственно говоря этого джава скрипта и также обращаться к этому самому и пи до пиев это тоже такая история где у нас может совмещаться в одном проекте и доступ базе данных его и отображение результатов обработки их данных то их его и бэкон в общем-то можно совместить больше того до пев также может ходить в и пиа и этот кубик нарисовал но тем не менее имейте ввиду если говорить про юпи ну и ю дабыл юпи да это универсальное но приложение windows которые в общем-то тоже могут ходить на какой-то и пиа и более того ю дабыл юпи может иметь и собственный backend ну в некоторых реализациях я это собственно игре видел и это опять повод подумать о том какую реализацию вам нужно более того я даже видел реализацию моей машины ленинг когда этот машина обучения ходила на и пиа иные сервисы и ну в общем какие-то там манипуляции делала в общем ключом момент сводится к тому что можно построить как приложение совмещающие в себе ю айны и backend то есть фронт-энд и backend так и разделенный интерфейс разделение дает некоторые плюсы мы об этом поговорим стрелочками отметилась те где нужно потратить время нужно потратить так называем часы разработки чтобы реализовать взаимодействие вот этих вот юая то есть фронт-энда и бэкэнда ну это без этого никак то есть какую-то работу нужно будет проделать и соответственно вот желтым я отметил как раз то что будет являться репозиторием то есть хранилищем данных одним solution да то есть то чего можно превратить в отдельный solution где может работать как один разработчик так и команда разработчиков соответственно они будут развиваться параллельно что дает ускорение в разработке и если подытожить то так или иначе тенденция сводится к тому чтобы все-таки у вас был конкретный пиа и который может иметь несколько клиентов в данном варианте и javascript и blazer и dpf и все это может ходить как собственно грин один и пиай так и в общем то на пачку и 5 есть игре про данную концепцию но давайте если говорить про данную концепцию то в данном варианте мы сделали один и пиай а клиентов для этого и пиай ну ну давайте откинем 2 и добавим еще немножко то есть клиентов на самом деле может быть много blazer до пиев javascript на прямом на чистом javascript сейчас мало пишутся хотя тенденция идет к увеличению в общем то это может быть разные фреймворки aurelia view angular это все могут быть разные клиенты они могут ходить к одному и пиа и собственно говоря это какое-то представление того чего собственно есть в этом и пиай и она может быть на разных платформах blazer до пиев как я уже сказал javascript и даже машин ленинг если говорить дальше то так или иначе вам придется написать какой-то уровень взаимодействия вашего клиента с вашим и пиаем и здесь нужно в общем-то смотреть в оба потому что на это нужно потратить время нужно предусмотреть это заранее дальше давайте предположим что у нас большое количество клиентов но и большое количество и пиай сервисов то есть у вас есть не только клиенты но и много собственно говоря и пиай серверов которые как-то разбили свое взаимодействие между собой на отдельные подсистемы или на области так сказать и тут такое понятие как клиент сервер уже отпадает перед нами уже появляется микросервисная архитектура вот так вот плавно мы от простого приложения перелезли на микросервисную архитектуру дальше друзья это еще не конец давайте предположим что у нас у каждого из этих кубиков есть собственный так называемый ну сейчас сидим интенс репозиторе то есть с каждым из этих микросервисов могут работать отдельные команды которые собственно могут параллельно опубликовать свои решения продвигать обновлять и так далее и если у каждого есть то понимаете что взаимодействие между этими сервисами но каким-то образом усложняется но надо сказать что очень сильно надо сказать что опять же не существует несколько вариантов реализации микросервисной архитектуры мы не будем на них останавливаться там и мульти фронтенции в общем-то и прокси сервисы и в общем-то и дашборды когда стрелочки просто по-другому направляется но принцип примерно один и тот же и если будет интересно отпишитесь в комментариях будем про это тоже говорить и так получается что у нас каждый проект является конкретным репозиториум у которого освоясь и сиди собственно говоря и собственная команда разработчиков значит они могут публиковаться и здесь давайте теперь поговорим про плюсы и минусы и так микросервисная архитектура то к чему можно стремиться она имеет минусы и первое из них это ваши команды так как их будет много должны как-то между собой общаться потому что каждая команда отключат от отвечает прошу прощения за конкретный кубик и другие команды должны об этом как-то знать микросервисную архитектуру очень сложно тестировать есть некоторые нюансы и некоторые компоненты некоторые подходы которые упрощают процесс но тем не менее это гораздо сложнее чем в одном приложении запустил один какой-нибудь ну мвс проект да и поставил бряпку нажал на кнопку получил брейк-поинт в общем здесь все немножко сложно микросервисы отвечают за понижение быстрое действие то есть производительность них падает потому что микросервисом нужно между собой взаимодействовать и в общем-то это накладывает некоторые ограничения и также нужно понимать что микросервисы и сложнее обслуживать потому что для того чтобы иметь меньше отказа устойчивость нужно больше всяких врязных фишечек например там балансировку нагрузки и проксирование опять же как я говорил то есть это накладывает некоторые сложности ну и в общем то ваши микросервисы не смогут работать без так называемой корпоративной культуры то есть культуры девопсов автоматизации я уже как-то наверное много раз говорил что девопсы ну то есть девопсинг как таковой да как существительное это клей для микросервисов который так или иначе ну в некоторых вариантах очень сложно тянуть непосредственно программисту этим должны заниматься специально обученные люди ну и в общем то раз у вас все раскидано по разным проектам они между собой взаимодействуют тут вопрос безопасности я думаю что это очевидно но как и минусы есть и плюсы что это дает если подходить микросервисному подходу это повышенная гибкость то есть вы можете очень гибко управлять контекстами этих процессов значит можете их опубликовать в разное время обновлять нужное вам время это значит что у вас улучшена масштабируемость вы можете управлять процессом докидывать сервисы увеличивать их количество значит увеличивать мощность ваших систем ну и все сводится к тому что есть у вас большая группа разработчиков или скажем так у вас есть разные проекты которыми занимаются могут разные разработчики значить цикл разработки то есть он сокращается то есть быстрее можно довести конкретную фичу до конечного потребителя ну а это значит что если быстрый цикл это проще создать конверт это все сиди для сервисов которые с единой ответственностью то есть вы можете копировать грубо говоря конвер и это будет в общем это опять же вопросы девопчинга тем не менее я думаю что вы понимаете о чем я говорю но и так как у вас службы вот эти вот сервисы микросервисы изолированы друг от друга значит если у вас один свалится другой продолжить работать это так называемая отказоустойчивость надо понимать что у вас микросервисов может быть много и микросервисы могут обвестись разными командами и разные команды могут при этом использовать разные языки программирования это на мой взгляд не очень хорошо но тем не менее эта возможность есть и характеристиках микросервисной архитектуры это один из плюсов когда разные разработчики используют разные языки значит лучшее для того и иной зоны использования этого самого сервиса ну и так или иначе ваши микросервисы сразу автоматически стали становятся готовые к облачным вычислениям то есть можете свою архитектуру инфраструктуру создать или положить в какое-нибудь облако и она там будет крутиться например там и же или amazon или еще какие-то варианты на самом деле тоже это можно работать и так смотрите мы прошлись побежались практически буквально по пачке понятий и все свелось с того что так или иначе пришлось все говорить про микросервис и всего лишь мы начали выбирать тип проекта и остановились на том что выбор архитектуры все-таки очень сильно влияет на скорость выхода вашего приложения на рынок есть ли у вас собственно грям одни цели кота вы можете изучать рынок или готовитесь к определенным то это как бы один вариант если вам нужно быстрее бегом-бегом то на мой взгляд микросервисная архитектура в частности может решить этот вариант хотя и гораздо сложнее делать и тут приходит на выбор уже готовые решения в общем-то ими тоже можно пользоваться в дальнейшем заменить их выкинуть какой-то сервис написать свой рукописный самописный супер экстра вега велосипед который будет бегать быстрее там чуть ли не с искусственным интеллектом ну и также в архитектуре определяет жизненный цикл этого приложения то есть здесь вместо того какой выберите допустим sp.net mvc выбрали она там через три года поддержку закончила нужно переписывать данного нафиг но в общем и только вот это я имею ввиду выбор архитектуры определяет возможность масштабирования приложения как я уже сказал если вы берете близкую к микросервисным архитектуру или компонентом конкретного то есть конкретный компонент от микросервиса который можно будет добавить другим компонентом вывести облако понимаете да чем я говорю ну и опять же выбор архитектуры зависит от того какая у вас команда разработчиков и какими знаниями она обладает ну например языки программирования хотя на самом деле надо сказать что это не главное тем не менее я точно могу сказать что если у вас команда разработчиков знает допустим один язык и хорошо то это плюсы и по части выгорания да то есть можно менять пользовать разработчиков между проектами и это как минимум давайте потом на этот вопрос оставим то есть я думаю что вы понимаете о чем я говорю ну и в общем-то в архитектуры зависит от наличия инфраструктуры и специалистов который будет эту инфраструктуру обслуживать это те же самые девопс и автоматизация то есть если вы решили создать микросервисы позаботьтесь о том чтобы эти микросервисом нужно было где-то работать опять же девопс и автоматизация и все что вокруг нее пляшет ну надо сказать что если говорить о том что давайте вот так вот все эти выборы фитуры был для большого приложения то есть все что сейчас было озвучено для большого приложения то выбор для малого приложения это немножко другой подход и тут сводится к тому что для чего это все пишется да какое количество кода вам придется написать и хотите ли в будущем перерасти в большое приложение опять же выбор архитектуры для маленького приложения определяет жизненный цикл этого приложения ну например сам простой написал и забыл какой-нибудь конвертер какой-нибудь хрень в какой-нибудь хрень ну как часто будет меняться реквариум то есть требования изменения записал и забыл не стоит там выгадывать с этим выбором чего удобно чем ближе то и пишется выбор архитектуры а также определит возможность масштабирования это нужно помнить про кросс платформенность ну например вы написали одно приложение на и бисе и она например там ну складывает два плюс два офигенно круто быстро и всегда один и тот же результат просто супер и вдруг вы задумали что было бы неплохо сделать еще как мобильное приложение и тут уже возникает вопрос на это переписать и сделать одно какое-то универсальное например на blazer приложение которое сможет работать и там и там и там и там или в общем то бросить это приложение написать новое или просто написать мобильного клиента ну например там за marine forms как вариант как вариант опять же там сугубо личный подход к этому то есть вот когда вы создаете выбираете архитектуры для нового приложения нужно понимать куда вы пойдете дальше ну и надо понимать что есть такое понятие как зрелость технологий это когда вы взяли например blazer фреймворк написали на приложение blazer фреймворк вышел только позавчера и еще сырой до невозможности естественно вы забросите приложение да и сам фреймворк будет меняться так быстро и так часто пока не придет свою зрелость в общем-то часто мне кстати об этом спрашивают какой версии начинается нужно начинать смотреть присматриваться так сказать к технологии у меня личный мой подход сводится к версии 3 так или иначе я навредал за за свой долгие до двадцати пяти даже с лишним лет опыт я увидел что к третьей версии обычно зрелость настигает максимального своего уровня который в общем-то и позволяет уже без оглядки на то что будут какие-то изменения писать не задумываясь о том что может сломаться и невозможно будет это починить так было сам весе так было с blazer он так было в общем то есть другими фреймворками которые так или иначе в зрелости пришли к версии 3 но тут вам нужно определяться самим я просто озвучил ту цифру которая мне ближе всего но и в общем то самое главное что нужно понять что при выборе архитектуры будущий размер приложениями это важную роль то есть если у вас маленькое приложение это один набор компонентов один набор проектов или типов проектов которые вы можете и лиха или должны выйти использовать и если у вас планы наполеоновские когда у вас большующее приложение то собственно говоря нужно понимать что если вы начнете очень маленькое приложение в дальнейшем существует вероятность вам переписать его заново опять же уже на проекты или на типов проектов для больших приложений то есть реализовать уже этот самый функционал в общем если вы сразу определитесь чего вы ждете чего вы хотите будет выбор для вас более простым ну и собственно говоря то ради чего вообще мы сегодня здесь собрались у меня есть приложение которое называется то есть сайт называется колобонга ком на нем крутится большое количество анекдотов называется он музей юмора и в какой-то момент времени я решил его переписать я помню что я когда-то очень давно я писал его на mvc по-моему еще пятой версии сейчас он требует уже обновлений в общем по субботу-воскресенье иногда иногда опять же иногда нечего делать хочется как бы идти в ногу со временем а то получается сапожник без сапог я решил переписать но обратил внимание что мне оказывается на этом сайте есть еще и api доступны публичные где можно получить анекдоты в общем-то обращаясь к этому и я вспомнил что на самом деле когда-то уже достаточно давно делал несколько клиентов причем на разных языках программирования но смысле на джава скрипте на разных фреймборков aurel react и view я по-моему использовал для этого самого и пиа и в общем-то суть сводится к тому что мне нужно было определиться какой новый тип проекта выбрать потому что возможности много я решил что собственно говоря буду использовать api тот самый minimal api который появился версии dotnet 6 и вы не поверите но я думаю использовать blazer и таким образом появится новая версия музей юмора в ближайшем будущем я начну заниматься этим проектом естественно вы увидите видео по проблемах и возможных решениях то есть я с ними столклюсь на youtube канале я вас опять же прошу подписаться и если хотите конечно увидеть эти самые видео ну и в общем то в общем то мне наверно больше сказать нечего я думаю что уловили мысль какой я хотел до вас донести важно на самом деле понимает следующее зависимости от того какой тип проекта или какие типов проектов вы соберете воедино чтобы решить ту или иную задачу зависит в общем то работа вашего приложения его масштабирование его развитие его жизненный цикл и собственно говоря так далее обращайте внимание на то что иногда заказчики особенно заказчики высокого уровня большие они не понимают о чем говорят или не не понимают до конца то есть вам нужно будет каким-то образом ну желательно правильным доказать вашему заказчику что нужно выбрать тот или иной технологии несмотря на то что например нужно потребовать несмотря на то что потребуется гораздо больше времени на первоначальном этапе да потому что если наклепать в консольном приложении какую-то программку которые два плюс два сложит это один вариант но дальнейшего развития консольное приложение вряд ли получит в общем не я думаю что мысль я до вас донес есть ли нет пишите в комментарии будем в общем то общаться а также напоминаю что у нас есть телеграм-канал в котором люди общаются в котором у нас есть новостная подборка ну в общем все и так перед вашими глазами ну что ж на этом наверное будем прощаться вам всего доброго и пишите правильный код а и а и и и и и